МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал «Спорт» рад предложить вашему вниманию тележурнал «Вид сверху». Баскетбол делает нас лучше. Здравствуйте! Сегодня в программе Андрея Тринькиери и его наука побеждать. Аарон Джексон – стильный баскетболист с большим гардеробом. Тут у меня кроссовки из Гоя. Они в зал славы не попали. А Максим Григорьев танцует на площадке. Мы сюда ехали и не думали, что легко их обыграем. Команда не из простых. Во-первых, играют хорошо у себя дома. Обыгрывали и «Локомотив» Кубань, и «Бильбао», такие сильные клубы, и «Церензезу». Поэтому легкой игры не рассчитывали. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Географические соседи второй раз за сезон сошлись в матче Единой Лиги ВТБ. Причем что уник, что скромный Нижний Новгород, можно смело называть открытием сезона. Казань вернулась в лидеры, Нижний подбирается. Так что матч не случайно оказался в центре внимания. И пусть Зоран Лукич не досчитался нескольких игроков. Примаш Брезец получил травму, а Люк Бэббит и вовсе сбежал в НБА, устроив маленький международный скандал. Но даже без своих лидеров Нижний готовился дать бой. Серьезная битва, много столкновений и ошибок разжигали огонь в холодном дворце спорта. О результативности речи и не шло. Главная задача не пустить под свое кольцо. Даже дальнобойная артиллерия из двух лагерей взяла выходной. Три попадания из 17 на две команды. В этот день больше разрушали. Видеосправка прилагается. И в этом вязком баскетболе Уникс лидировал все 40 минут, не убегая при этом в отрыв. Лишь изредка Гаудлока и Кайма Гаглу включали свой форсаж, но лишь эпизодически. Дав возможность приблизиться хозяевам на два очка на последней минуте. Интригу сохранили, вырвать победу не смогли. Уникс продолжает доминировать в группе А единой лиги ВТБ. Но главный успех защитных построений – отключение питания у Семена Антонова. Главный снайпер черно-белых Униксу забил лишь три очка. В концовке мы грамотно доводили свои атаки до логичного завершения, не забывая при этом про защиту. Потому и победили. Вообще игра, наверное, получилась не слишком зрелищной. Все 40 минут на площадке шла вязкая борьба. Мы верили, что, наверное, всю игру можем догнать, но какой-то мелочи не хватало. И вначале, конечно, обидно было, когда был примерно равный счет, и мы несколько раз убегали. Быстрый прорыв и теряли мячи обидно. То есть сами давали передачи, непонятно почему. То вау, то в руки, наверное. И потом уже, может быть, морально было тяжело. Вроде близко-близко, но какой-то мелочи не хватало. Ну, плюс сегодня броски не шли. Я говорю, представляешь, потери какие-то глупые были детские. И, наверное, все вместе и сыграло сегодня роль то, что мы проиграли какую-то капельку. Самое главное, конечно, в конце сезона добывать эти победы. Но напряжения нет. Все-таки мы не думаем о том, чтобы какой-то рекорд поставить. Еще что, просто выходим в каждую встречу и стараемся победить. Редактор субтитров А.Семкин Я начал играть в баскетбол, когда мне было 12 лет. И попросту влюбился в этот потрясающий вид спорта. Он очень отличается, к примеру, от футбола. В баскетболе у тебя гораздо меньше времени на раздумья, потому что площадка очень маленькая. И вообще это одна из наиболее умных спортивных игр, где необходимо совмещать отменные физические данные и понимание того, что происходит на паркете. Короче говоря, я подсел на баскетбол, влюбился в него по уши. И, естественно, хотел стать баскетболистом, но играл ужасно. В нынешнем сезоне казанские суворовцы – частые гости на матчах Уникса. Баскетболисты ставят рекорды и громят всех соперников. Андреа Тринкери по своей методике преподает науку побеждать. Кадеты методику оценили и пригласили тренера в гости к себе. Пуля дура – штык молодец. Сравнивать суворовское училище и баскетбольную команду непросто. Но и там, и там результат дает дисциплина. Итальянский тренер посетил музей, познакомился с кадетами и рассказал про свои умения. Победная серия подмосковных «Химок» на удивление спокойно воспринимается в команде. И на матч с Рижским ВФом в единой лиге ВТБ Римас Куртинатис отправил подопечных в бой без разведки. Быстрый баскетбол без оглядки и по итогам первой четверти на табло красивые цифры – 20-20. И вот тут уж пришлось задуматься о результате. Рижане включили зону, подправили точность бросков и зажгли в «Химках» красную лампочку опасности на свою голову. Желто-синие включили суперсилу, сделали рывок – 11-2, инстинкт убийцы проснулся. И последний игровой отрезок снял все вопросы о победителе. «Химки» катком уверенности прошлись по рубким надеждам ВФа. Единственная команда без поражений в единой лиге. А с учетом Кубка Европы победная серия «Химчан» достигла отметки 26. Невероятный результат. Аарон Джексон, раскрепощенный на площадке и в жизни. Любит уличный стиль одежды и свой гардероб. А главный аксессуар – кроссовки. Эй, как жизнь? Я Аарон Джексон, защитник московского ЦСКА. Это мое жилище. Так же известное, как мой штаб. Так же известное, как моя обитель. В общем, заходите, я вам кое-что покажу. Итак, мы у меня дома. И сейчас заглянем в мой гардероб. У меня тут куча крутых кроссовок, но в остальном, как вы видите, я не слишком заморачиваюсь по одежде. Но вот об обуви я всегда забочусь в первую очередь. К счастью, в Москве с магазинами проблем нет. Пойдем со мной. Так, тут моя ванная. Не переживайте, вас это не касается. Это для моих подруг. Ага, а это мой шкаф. Я называю его шкаф для прогулок. Потому что тут можно ходить, крутиться, ну и вообще. Тут у меня куча всего. Много одежды от ЦСКА. Куртки, толстовки, спортивные штаны. Дизайнерская одежда и модными брендами не увлекаюсь. Я стараюсь одеваться просто, в уличном стиле. Иногда хочется одеть что-то понаряднее. Тогда я беру рубашки на пуговицах, пытаюсь разнообразить все это какими-нибудь деталями. Например, одеваю хорошие часы. Изредка могу одеть свитер, если хочу спокойно провести вечер и где-нибудь посидеть. Тут у меня кое-какие кепки, которые я ношу. Вот это вот говорит обо мне все. Настоящий плейхедж. Здесь у меня зал славы. Тут я храню своих малышей. Многие из этих кроссовок я даже никогда не одевал. Так что хоть подошву целуй. Да, тут у меня кроссовки из Гоя. И они в зал славы не попали. Первым делом я определяюсь с кроссовками, а остальное выбираю уже под них. Мой стиль – это городской образ с примесью хип-хопа. Можно сказать, что я пытаюсь одеваться, как обычные люди на улице. Но выглядеть при этом хорошо и все-таки не слишком хорошо, чтобы одежда была простой и не броской. Как вы видите, у меня есть свой стиль, в котором я чувствую себя комфортно и который люблю. Я всегда ношу только то, что мне нравится. Но есть такая поговорка – оказавшись в Риме, попробуй римское. Сейчас я в новой для себя стране, так что я принимаю ваше приглашение отправиться в магазин и примерить что-нибудь свежее. Надеюсь, мне пойдет. Хотя откуда я могу знать, пойдет мне или нет, я вообще без понятия. Короче, давайте посмотрим, что там для меня приготовили. Далее в программе. Ритм в стиле баскетбол. Макс Григорьев и его танцы. Дальнобойная артиллерия из Литвы. И продолжение поиска стиля Аарона Джексона прямо сейчас. Поглядите, как хорошо я смотрюсь. Дальнобойная артиллерия. Симпатичная кепочка. Вернуться домой с одной девушкой или вернуться домой с двумя девушками? Нет, моя все-таки нравится мне больше. Круто. Привет. Привет. Мы приготовили несколько классических образов. Предлагаю тебе поменьше. Хорошо. Вот неплохой прикид. Давайте глянем, как он будет смотреться на мне. ПОДПИШИСЬ! 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 Эй, все! Поглядите, как хорошо я смотрюсь. Да, я хорош. Неплохо, неплохо. Но для выхода в свет стоит попробовать что-нибудь другое. Да, вот он мой цвет. Будет у война. Этот вариант нравится мне больше. В самый раз, чтобы познакомиться с какой-нибудь куколкой. Пропустим с ней стаканчик другой, позаигрываем. Я посмотрю ей в глаза, она опустит взгляд на мою бабочку, и мы поедем ко мне домой. Да этот наряд сам просто кричит, давай поедем ко мне. Ой, как же я здорово выгляжу. Мне нравится. Может, на выходных мне иногда стоит одевать что-то подобное. Конечно, я все еще верен своему стилю, но этот наряд мне определенно идет. Посмотрим, удастся ли мне с кем-нибудь познакомиться. Мариус Рункауско с рекордсмен сезона. В матче с Ацмоки Минск он забил 10 трехочковых, включая победную бомбу. Главный дальнобойщик лиги рассказал нам о своих талантах снайпера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хороший бросок начинается с правильного положения ног. Если вы хорошо отработаете ногами, вам будет легче выполнить правильное движение рук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Естественно, огромное значение имеет и то, что вы делаете руками. Чтобы бросок получился точным, нужно, чтобы между мечом и ладонью помещались пальцы другой руки. Тогда вам будет проще контролировать направление меча. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок в игре и на тренировке – две большие разницы. В матче на тебя давит результат, а на тренировке все гораздо проще. Напряжения нет и можно делать все расслабленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для профессионала самое важное при броске – это психологический настрой. Нужно быть уверенным в том, что мяч залетит в корзину. А работа рук и ног уже должна быть доведена до автоматизма. Когда зол бывают, тогда 10 трех очков забивают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцующей походкой выхожу на каждый матч. Максим Григорьев знает, как получать удовольствие от баскетбола и ловить свой ритм. О некоторых его талантах вы даже не догадывались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я Максим Григорьев, защитник локомотив Кубань. Я очень люблю танцы, и это помогает мне в баскетболе. Как и перед играми, и перед тренировками, нужно разминаться так же, как и перед танцами. И, в принципе, какие-то танцевальные движения в этом могут помочь. Например, можно размять шею какими-то движениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или можно, например, впустить такую какую-нибудь волну небольшую, чтобы немного плечи размять, там, руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В баскетболе игроку с мячом нужно быть агрессивным и обыгрывать своего оппонента. Для этого его надо вывести из положения равновесия. В принципе, некоторые танцевальные движения могут в этом помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Станция не только пластика, но и координация. В баскетболе без нее тоже никуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я Максим Григорьев, защитник «Локомотив Кубань». Будьте в баскетболе такими же распрепощенными, как в танце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Моня и Виктор Хряпа уже давно стали лицами российского баскетбола. Они вместе играли в Саратове, в ЦСКА, в НБА и сборной России. А теперь два форварда сошлись в словесные дуэли в Кимке и ЦСКА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Защищаться. Чувство руки есть, главное, в сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поражение в одну очко. Поражение в одну очко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, умеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, но не все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ПБЛ нам одна, в Юралижном три. Я не считал, но я думаю, что у них там нет. А вот ТБ двое все по всей видимости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Русская или нет? Моня. Просбила. Хряпл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игрока и кольцо. Защищают количество набранных очков, видимо, своих. У них больше мяч всегда владеет, поэтому больше забивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не самый большой и не самый сильный, но отвечающий за все. Доксок, когда в клубе, в лондонах, в опыте достижения. Когда все вместе складывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитану можно. Смотри, каким. Тренер будет разный. У меня, в моей карьере, с некоторой можно было с некоторыми людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, все нарисуют. С ним мелким шрифтом то очень много. Порядка двадцати. Расследование разворачивается на восемь частей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное, чтобы в финале были химки, а не без разницы. С пинесотой, тимберул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пятерку нашего хит-парада. Своим забегом открывает Дмитрий Кулагин. Перехватил, убежал, осмотрелся, подмигнул защитнику и отметился данком. Дмитрий Кулагин. Триумф. Люберцы. Второе место. Рижский вэв с хоккейной комбинацией. Две передачи и данк-шоу. Энтон Робинсон. Вэв. Рига. Джеймс Агастин в лучших традициях жанра. Сломал комбинацию и защиту одним движением. Джеймс на все руки мастер. Агастин. Рейс номер пять. Химкинские авиалинии. На втором месте еще один американец. Дональд Макгред. Накрутил весь Ритас и выиграл матч одним движением. Два очка и бонусный штрафной. Дональд Макгред. Спарта. Санкт-Петербург. И первое место отправляется в Нижний Новгород. Вадим Панин любит быть в центре внимания. Собрал защитников. Взлетел над ними. Вадим Панин и его консервный данк. Ждешь в свой данк и параде? Я? Да я не знаю. Там лучше ребят забивают, наверное. На этом все, друзья. Увидимся через неделю. И не забывайте. Баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова